Девушки отдыхают Но я научился решать проблемы сам Вначале свои Потом чужие Так этого лови, лови его Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого кидняк – это бизнес И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали Есть проблемы? Будем решать Сегодня в прогрессе Интересно, я одна дура на это появилась? Мне голову оторву, пожалуйста Женщины, кошелек уберите Что, коллектор замучил? Руки отшибут Верните мне деньги за мои двигатели Э, слышь, руки свои убрал, пока я тебя не переломал Присядь, присядь Для канала Чир Да ничего Я ж тебе сказал, не дергайся Вы обратили внимание, что на улицах городов стало меньше нищих и попрошаек Я так-то думаю, что люди разобрались И для себя уже сделали вывод, что это далеко не нуждающиеся люди А это целая индустрия, целая мафия по сбору денег с населения Я уже делал программу, в которой раскрывал основы этого бизнеса И люди, слава богу, теперь понимают И меньше подают деньги попрошайкам Но попадаются такие умники Такие слезливые истории рассказывают Что не повестись очень сложно Мне в лоб написала Надежда Ганькина Вот ее история Добрый день Меня зовут Надя Ганькина И две недели назад Меня один подонок обманул Он подскочил ко мне на улицу Весь помятый, с синяком под глазом И начал говорить о том, что ему угрожают коллекторы И показал за спиной тонированную машину Я почему-то не сразу поверила И дальше он начал говорить, что ему нужно 10 тысяч заплатить Либо они его убьют Взамен он предложил свой мобильный телефон как компенсация У меня было только 6 тысяч Мне стало жалко, поэтому я дала все ему деньги Единственное, мне удалось сфотографировать этот автомобиль незаметно Далее, когда я поднялась домой Я обнаружила, что телефон оказался дешевой подделкой Конечно, после этого я обратилась в полицию Но там мне сказали, что они мне помочь ничем не могут Так как не видят факта мошенничества Неоднозначная, конечно, история Я вот задаю себе вопрос А на что больше обиделась Надежда? На то, что хотела помочь искренне человеку А он оказался мошенник? Или она расстроилась от того, что телефончик оказался поддельный? Ладно, с этим вопросом попозже разберемся Надежда отправила мне фотку машины Номера не читаются Но я-то четко понимаю, что этот развод на потоке Поэтому я попросил ребят, чтобы они пошерстили форумы И мы нашли паренька, который под такой же развод уже попал И он, кстати, догадался сделать фотографию машины Там-то номера читаются очень хорошо Я попросил, чтобы Миша эту машину пробил И выяснили мы вот что Машина оформлена на некого мужичка Фотку которого мы отправили Надежде Это и есть тот самый попрошайка Мои ребята наблюдают за машиной Поэтому мы едем сейчас туда, где сейчас работает этот умник И я вам все воочию покажу А Надежду мы подберем по дороге Я ей уже позвонил Мои ребята выяснили Что сегодня он работает по этому адресу Так что все сама увидишь И я срочно, например, деньги, понимаете Срочно вот прям сюда не отпустил Я не могу отойти, ничего Я же, ну не просто так, возьмите телефон хотя бы Он так же возле меня крутился А может, что-то, смотри, нормальный Главой трещот, не хочет ни в какие сделки с ним вступать Мое положение, мужчина, ну пожалуйста Вот так вот он и работает Машина оформлена на него Работает один, без коллектива Выехал, на адресе отработал Минут 40, час Все, отвалил в другой адрес Иди потом ищи его Женщина, пожалуйста, минутку послушайте, ради бога Послушайте, ну просто Вот не очень просто Смотри-ка, зацепил вторую Жертву Интересно, я одна дура на это повелась Я даже не знакомых никого нету Я просто не знаю А что вы хотите от меня? Я же не просто так вот хотя бы телефон купить Он новый Я его на прошлой неделе купил 80 тысяч, что я ее за 15 отдам Мне не нужен телефон А впихивает все тот же телефон Он их, видимо, по дешевке где-то купил на складе Рублей по 800 за штуку Хоть сколько есть, пожалуйста Иначе, иначе Мне в голову оторвать, пожалуйста Поверьте Слушай, ну женщину, кажется, он зацепил Ну, мне больше 4 тысяч Так, кошелек полезло Давай-ка ее спасем Женщину, кошелек уберите Че, коллектор замучился? Боже, что случилось? А почему? Ой, что это такое? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Не надо Тихо, руки отшибу Че не надо? Иди сюда, иди сюда Ты девушку узнал? Узнал И че? Батки возвращай Бери камеры Кто не уберет? Деньги верни Деньги верни Бегом Сколько я там тебе должен, а? Шесть Шесть, на тебе десять Не надо десять Шесть тысяч отсчитай Не иди, а шесть тысяч отсчитай Вот, забирай свои шесть Довольны? Ты подонарь Довольна? Иди отсюда В общем, вот что, дружок Еще раз увижу, что ты здесь работаешь Бери камеры Я понял Споткнешься Я понял Асфальт увидишь Убери номера только не снимай Правда, что ли? Правда, не снимай А что это вообще такое? Почему такая? А я вам сейчас все объясню Вы сейчас только что собирались отдать деньги мошеннику Ну, он обратился и сказал, у него проблемы Коллекторы его мучают Серьезно? Ну, где вы здесь коллекторов увидели? Это его машина, он работает один Вымогает деньги Вот и вся история Вот зараза Чтобы мы не боком вышли Ну, хорошо, хоть ваши деньги спасли Класс, спасибо вам огромное Просто таких часов много бывает наверняка доверчивых, как я И хорошо, что вы есть Раз ему рожу засветили с номерами, значит, люди деньги ему давать больше не будут Будут знать, чем он занимается Спасибо вам До свидания Влад, спасибо вам огромное Для меня это действительно большие деньги И я не знала, что просто побуду в такой ситуации Надежда, помогать людям надо от души И не нужно было брать телефон, а прежде чем помочь Ты просто узнаешь, человеку нужна помощь или нет Поняла меня? Я поняла Я просто делаю выводы Спасибо вам Все, счастливо Все, ребят, поехали Ну, вот такая вот поучительная история Есть хорошая армянская пословица Делай добро и бросай его в воду Добро не должно иметь памяти или какого-то эквивалента Делай и забывай Но в каждом из нас живет мелкий бест стяжательства Ваш мелкий бест стяжательства на виду у мошенников И они с удовольствием сыграют на ваших страстишках И заработают на этом деньги Так что контролируйте себя И будьте по-настоящему искренни И по-настоящему делайте добро Вот как-то так Смотрите далее Он взял чужой пропуск и проник на закрытую территорию Вы ускорили у меня ключи Верните мне деньги за мои двигатели Ну ничего, мы народ тут бёртый До истины докопаемся Эй, слышь! Руки свои убрал, пока я тебя не переломал Присядь, присядь, присядь Для канала черт Да ничего Я же тебе сказал, не дёргайся Мошенники, тонкие психологи И то, что вы стали ушлые и больно-то не ведётесь на их разводы Это ничего не значит Они вам и нужное знакомство подсунут И нужные слова в уши вольют После этого у вас сложится определённая картина И ваши кошельки раскрываются И вот тут уже у вас никаких шансов Со мной связался Стас Обычный парень работает водителем на скорой Так вот он познакомился с девушкой на сайте знакомств И вместо приятного продолжения Стас потерял крупную сумму денег История запутанная Идем разбираться Стас? Да, Стас Привет Да, здравствуй Ну рассказывай, что за история с тобой приключилась Вот знакомство с этой Ириной Ой Да я даже не знаю, с чего начать Ну, наверное, недели две мы с ней так вот переписывались Через две недели мы с ней встретились Ну, разговорились Оказалось, муж полгода назад у неё разбился в автокатастрофе Всё на неё навалилось У неё куча проблем А в переписке она это никак не обозначала? Нет, я у неё там спрашивал, да Как там на личном фронте? Она у меня никого нет Ну и как всё это развивалось твоё свидание? Ну, вот во время разговора Вот это наша беседа Она мне говорит Что Муж занимался у неё запчастями Продавал автозапчасти И у него там остались два двигателя Из-под погрузчиков На складе В контейнере И она платит ещё за этот контейнер И она говорит, что Не могу их продать Ну, вообще, говорит, не разбираюсь Ни в номерах, ничего Ни в технических характеристиках А при этом денежки за аренду надо платить Да Ну, конечно Ну, мне вот по-мужски прям Хотелось ей помочь, поддержать её Я, тем более, разбираюсь, в принципе Ну, нормально по-мужски Я не хотел, когда я узнал, что она вдавала У меня не было мысли там Взять от неё там, отвернуться, уйти То есть, я человек вообще не жена Семьи у меня нету Ну, хочется всё-таки какой-то Жизни совместной Может, раньше времени спрогнозировала Какое-то видение вот наших там отношений Ну, она вообще говорит, что она так устала От всего вот этого навалившегося Она бы с удовольствием вообще Уехала бы куда-нибудь на море Там и общались Она и в разговоре даже и намекнулась Что могли бы либо вместе съездить Ну, что она, правда, сама На себя будет платить везде Я сказал, что, в принципе, я тоже Всего как-то заплатить Несмотря на то, что Как бы деньги даются мне не так легко Я думаю, что тебя это зацепило Конечно Однозначно Мысли о том, что она меркантильна Даже не было Я ей сказал, говорю В принципе, я мог бы тебе помочь Если ты хочешь их реально продать Избавиться Она говорит, да, помоги мне У меня уже есть покупатель Я, в принципе, говорит, готов Ну, организовать встречу Ну, и всё И мы, значит, договорились На определённую дату Я заехал за ней на своей машине И мы приезжаем к контейнерам Когда я предложил пройти Ну, к складу Она говорит, что-то ей поплохело В общем Она говорит, так плохо Можно я в машине останусь? Ага Я говорю, да нет проблем Тем более, как бы это Ну, мужское такое дело Что там Пообщались Передал и так далее В итоге я открыл склад Встретились там С Максом Это был покупатель Он посмотрел То есть она тебе дала ключи, что ли? Да, да Она мне дала ключи У меня всё было И пропуск, когда мы заезжали У меня тоже всё было Показал ему двигатель Он мне дал 80 тысяч рублей за них Я ему помог их погрузить в пикап И всё Как бы я сел в машину Передал ей деньги Она так искренне была счастлива Что наконец-то я избавилась Наконец-то я не буду эту аренду платить То есть у неё даже в глазах была благодарность Ну... Не, ну чё, всё правильно сделал поступок Мужской ещё помог женщине Нормально На следующий день Рано-рано утром Ко мне врывается непонятный мужик Он вообще с бешеными глазами Так И начинает орать Вы спёрли у меня ключи Вы вытащили у меня пропуск Вы украли у меня двигатель Верните мне деньги за мои двигатели И так далее Начинает меня трясти А я его узнал Его лицо было на пропуске Ага То есть пропуск, когда мы приехали с ней к складу Она мне сказала Это пропуск мужа Типа пройди по нему Да, Александра А тут этот вот Вообще разъярённый тип нарисовался Он мне тычет телефоном в лицо Вот так Смотри, что у меня есть На видео чётко видно Как я открываю склад Как я помогаю грузить эти двигатели Меня вообще начало колотить Потому что ну... Я ему начинаю объяснять Говорю, послушайте, как это всё было Говорю, я познакомился с девушкой Зовут Ира Он как услышал Ира Начал орать Ах, Ира Поехали сейчас к ней Говорят, вы чего вообще Вы меня обокрали Говорят, гони мне сто тысяч рублей за двигатели Почему сто-то? Ну, я ему пытался объяснить Что я продал их за восемь Он говорит, мне не важно Ты продал как их Они стоят сто тысяч Если ты не вернёшь сейчас Я отдал в полицию У тебя просто, говорит, бросали Я ему в итоге отдал деньги Подожди, ну то есть ты отдал деньги Человеку, который просто вломился И требовал от тебя сто тысяч, что ли? Так я из-за неё испугался Я думаю, если он сейчас поедет к ней Он, наверное, просто перебить может Ага Ты пытался как-то с этой Ириной Ну, выяснить, прояснить ситуацию? Да, я пытался Я через какое-то время, пока в себя пришёл Там через несколько часов Я начинаю звонить Ире Пытаюсь прояснить ситуацию Что это было вообще? Она недоступна Я вообще не понял, что это такое может быть Зашёл в интернет На сайт знакомств А она удалилась И я сразу понял, что меня облакошило Стас, тебя отработала Слаженная бригада Покупатель подставной Этот Александр, который на фотографии Типа муж покойный Это понятное дело, что тоже человек в компании А то, что ты на машине поехал И она не пошла с тобой продавать двигатель Хотя она реальный продавец Потому что, во-первых, твоя машина Это стопроцентная гарантия Что ты с деньгами не скроешься А вернёшься в свою машину И на видео она не засветится Там, видимо, камера наблюдения была Точно И он наверняка И пришёл-то ко мне домой Он номера мне пробил Конечно Скажи мне, пожалуйста, друг мой Ты когда этот пропуск в руках вертел Не обратил внимания Этот пропуск потёртый или новенький? Не, он старенький такой был Потёртый, да? Да Ну что, в принципе, зацепиться есть за что Начинать надо в любом случае с контейнера Ты координаты склада можешь мне дать? Да Да Я их записал Они есть у меня Я могу перекинуть Перекинуть Есть? Да, всё есть Ничего, да И нужно разобраться с этим Дай мне время И будь на свете Всё, спасибо большое Пока не за что Да Да, интересная история Короче, однозначно в тему впрягаемся Я ведь не зря спросил Пропуск потёртый или новый Если новый, считай, пропало Потому что могли контейнер всего на 2-3 дня арендовать Отработать Стаса и Евтину Никого не найдёшь А раз потёртый, значит, у них площадка там Значит, он арендуется длительное время И ещё какое-то время будет арендоваться Так что шансы есть Вопрос Как туда проникнуть На этот склад? Есть у меня одна идейка Алло Феликс, здоров, дружище Привет, Влад Я там тебе скинул адресок Это такие склады, там, контейнеры Можешь мне сделать фейковое объявление о продаже? Ну, ты без проблем Вижу твое сообщение 45Б, да? Точно Хорошо, сейчас свои мысли тебе Спасибо Ну, вот так Вездеход себе заказали Пойдём посмотрим, что это за склад такой, контейнер Со мной связался Стас Так вот он познакомился с девушкой на сайте знакомств Остались два двигателя из 100 погрузчиков в контейнере Она говорит, что не могу их продать Ну, вообще, говорит, не разбираюсь Помоги мне, у меня уже есть покупатель Ко мне врывается непонятный мужик Верните мне деньги за мои двигатели Я там тебе скинул адресок Это такие склады, там, контейнеры Можешь мне сделать фейковое объявление о продаже? Сейчас будем воротам подъезжать, вы камеры Опустите, а то запалимся Придём за охранники Я с ним пообщаюсь Я с ним пообщаюсь Здрасте, а как на территорию-то въехать? Пропуска имеется у вас? Да пропуска нет Я на самом деле тут по делу Это самое Тут контейнер продают 45Б Видите, я хочу просто посмотреть Может на пять минут мы быстренько Я просто посмотрю и всё и назад Ещё раз, контейнер какой покажите 45Б Ну, это вам нужно тогда проехать до конца Поворачивайте направо С левой стороны пятый розовый контейнер Спасибо, дружище Спасибо Прям пять минут Камеры не поднимаем Мульта наша сработала Так, сейчас направо Слева пятый контейнер Ну что, пойдём, поинтересуемся Эй, слышь, руки свои убрал, пока я не переломал Тихо, 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 что такого-то? Что ковыряйся здесь? Что я ковыряйся? Я не ковыряйся, интересуюсь Я по объявлению приехал Вот, пожалуйста, продаётся По какому объявлению? Продаётся контейнер 45Б Вот номер Если продаёшь, давай поговорим Послушай, послушай Никто ничего не продаёт Какие объявления там не знают То есть, подожди, контейнеры не продаются что ли? Нет, не продаётся Может, ошибка какая-то? Может, соседняя продаётся? Может, ошибка, может, не ошибка Никто здесь ничего не продаёт Я давно здесь людей знаю Ну, мои извинения тогда Давай, поаккуратней Хорошо, хоть предоплату не заплатил Да, можешь оставить мне в качестве извинения Смотри, какой борзый, а Я на барсике его фейс рисовал Миша, выйди на связь На связь в глаз Миша, устанавливайте наблюдение за мужиком, который в этом контейнере Глаз с него не спускайте Всё ясно Сейчас я сниму изображение с камеры на барсике Отправлю Стасова Да, узнаёт Это тот самый Александр, который из него бабки выбивал Всё понятно Ну что, поехали То, что эта троица вполне технично отработала Стаса, я это понимал с самого начала Но, чтобы доказать мошенничество, нужно доказать связь между всеми участниками этой шайки Именно для этого я и установил наблюдение Терпение Оно всегда к чему-то приводит Через некоторое время зафиксировали вот такую встречу Я не расслышал, о чём они договариваются и чем они занимаются Да это и не важно Их фотографии я отправил Стасу И Стас во втором типе опознал Макса Ну, типа покупателя двигателя Мы продолжили наблюдение за Александром И зафиксировали ещё одну встречу С некой девицей Я отправил фотографию Стасу И тот опознал Это та самая Ирина, которая втянула его в схему В принципе, подтверждение то, что эти люди связаны У нас имеются Мои ребята сейчас ведут наблюдение за Ириной Она находится в крупном торговом центре Именно к ней и нужно делать подход А вот для этого у меня есть один знакомый Молодой парнишка Зовут Марк Молодой смазливый парнишка Нравится девицам Короче, мои ребята Марка сориентировали на Ирину И он с ней находится в визуальном контакте В принципе, сейчас мы можем понаблюдать Как происходит знакомство Марка с Ириной Это, конечно, не прямой эфир Но задержка всего несколько минут Девушка, извините, пожалуйста Не могли бы мне помочь? Почему? Я подбираю платье своей сестре У нее день рождения скоро Я в этом вообще не разбираюсь Абсолютно Вот И помогите немножко Что-нибудь подобрать ей, что ли Она не признается, как она Ну, она прям как вы Очень красивая Древний, конечно, это Баян Выбрать платье для сестры Но, похоже, сработало Вообще не важно Все на ваш вкус Все на ваш вкус Да, не важно, сколько стоит Вообще абсолютно Лишь бы прям вау Чтоб Чтоб классно Смотрите, не так просто угадать Как бы Могу Может быть другой какой-то Да, предмет одежды Я там видела Плохой там киджач Давайте посмотрим Обратите внимание Помимо симпатии Он обозначил Что финансами Никак не затруднен Это важно Здравствуйте 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 Ну как? Да Да Очень круто Надо брать Надо брать, да Я думаю, что ей понравится Да Я уверен в этом Да, купите ей его Я думаю, что она оценит Я вам обещаю Обещаете, да? Да Хорошо Опа Спасибо вам большое Всего доброго Всего доброго Да Да Надеюсь, пока Марк оплачивает покупку Ирина не сольется Все-таки интерес он в ней разбудил Ну давай, Марк, не подведи Девушка, снова я Пришел, что ли? Нет, просто это вам Ладно, спасибо, но я Извините, я так не могу Он вам очень сильно идет Я просто не смог удержаться Потому что Спасибо большое Но я не принимаю подарки От незнакомых мужчин Да, давайте познакомимся Что? Меня зовут Марк Очень приятно Ира Ира, очень приятно Ир, я считаю Знакомство нужно отметить Нужно сходить И выпить по чашке кофе А мы познакомимся И вы сможете принять с меня подарок Что, Ирина, не ожидала такого поворота? Не бывала и щедрость И угадайте, где самый лучший кофе в Москве? Понятное дело В нашем кафе Ну что, Марк свою работу сделал Девушку везет в наше кафе Думаю, самое время и нам туда подтянуться Общаться с этой модами Спакуйте камеры, ребята Остались два двигателя Из-под погрузчика В контейнере Она говорит Помоги мне У меня уже есть покупатель Тут контейнер продают У СО-45Б Никто ничего не продает Я на барсе с него фейс рисовал Мы продолжили наблюдение за Александром И зафиксировали еще одну встречу С некой девицей Ир, я считаю Знакомство нужно отметить Нужно сходить и выпить по чашке кофе И угадайте, где самый лучший кофе в Москве? Понятное дело В нашем кафе Кто на связи в кафе? Да, прием вас Что там происходит? Встреча проходит, мы контролируем Отлично То, что она вдовушка уже представилась? Да, это уже было Вот как раз сейчас про море затирает Все, отлично принял Заходим, ребята Пообщаемся с дамой Деньги Это вообще не проблема Я за все заплачу Слушай, а поехали вместе Классное время проведем Поехали Внимать вообще Что происходит? Все, Ирина, успокойся Я сейчас буду рассказывать А ты меня поправь Если что не так Видите камеры, пожалуйста Камеры никто не уберет У вас, короче, троица такая Саша, Максим и ты Я не знаю Был у тебя один такой паренек Я не знаю, о чем вы вообще говорите Ты Стасову говорила Что тебе нужна помощь Ну, как ты не знала? Ты познакомилась с ним на сайте знакомых К нему в адрес Заявился твой подельник Саша И снял с него сто, что Я не понимаю, о чем Ты не знаешь этих людей, да? Нет, я не знаю Какие люди не знакомы? Нет, мы знакомы Я не знаю Не хочешь по-хорошему, да? Я не знаю, о чем говорить Ну, вот смотри Ну, вот теперь слушай Я развею твои иллюзии Именно ты Стаса подвела под кидняк Так что, если Стас напишет заявление в полицию Ты пойдешь паровозом А эти два отскочат Вот такая вот история Боже Отпустите меня, пожалуйста Серьезно, что ли? Сейчас разбежался прямо отпускать Я боюсь их, правда Очень боюсь Они меня заставляют этим заниматься Я больше не буду, правда Это последний раз В общем так, дорогуша Я, может быть, и готов тебе поверить Ну, тогда и ты мне помоги Ну, хорошо Организуй мне встречу Если Макс приедет И мы его возьмем Считай, отскочил Сделаешь? Ну, хорошо Дайте мне рацию Спасибо Кто на связи? Влад, их на связи Что там происходит на контейнере? Вот там ошивается Ребята не следят Все, я тебя понял Будут какие-то передвижения Меня немедленно извещайте Чтоб мы схему переиграли Хорошо, Влад В общем так Значит, сейчас ты позвонишь Максу И организуешь встречу Там, на контейнере Звони ему Придумай какую-то Тему, чтоб он приехал Успокойся И поставь телефон на громкую Чтоб я смог записать Алло, алло Алло, привет Да, привет, Ареша Как дела? Слушай, нормально все Мне нужно срочно с тобой встретиться Прямо очень срочно Слушай, ну я сейчас не могу У меня как бы свои дела Давай там завтра, послезавтра Слушай, ну это дело 5 минут Постарайся, пожалуйста Прямо нужно в течение часа, чтобы ты подъехал уже Слушай, ну давай попробуй, но обещать не буду Я говорю тебе, дело очень выгодное Нужно увидеться, постарайся Хорошо, где ты хочешь? Прямо сейчас У контейнера Подъезжай, там увидимся Все обсудим на месте Не потеряну Ладно, давай попробую Ну, не обещаю Могу час-два Давай, в течение часа я тебя жду Давай, давай В общем так Если Макс приедет, я тебя отпущу Пойдешь с нами Миша, забирай ее к себе в машину Поедем сейчас на склады По дороге позвони Стасу Пусть поедет Байк Здорово Серега, здорова Здорова Там в общей папке Фотография Макса Езжай сейчас в точку на склады И карауль его, как появится Ластай Хорошо, все принял Отлично А мы сейчас поступим, как цивилизованные люди Оформим временные пропуска на наши машины И все дружно въедем Вот как-то так Наш, что ли, типа-то идет Похоже, да Пойду Поинтересуюсь А слушай, ты, что ли, Макс-то? Да, а что? Да ничего Ну пошли со мной Ласт, выйдем на связь На связи Да, Макса скрутил, сидит у меня в машине Серега, отличная работа Ей, ну отпускайте Я же обещал Ну, понял Здорово, Сань А, это ты, что ли? Я же тебе когда еще объяснил, что контейнер не продает Чего ты этих фрейдеров привел с камерами? Слушай, мне абсолютно ровно на твой контейнер Я к тебе по-другому вопросу Да? По какому? Ну, как по какому? У тебя движочки лежат Ты по какому разу их продаешь? Послушай, вот этих своих клонов с камерами Забирай И давайте, ребят Политик Ты настройся на разговор, дятел Чего, заплакило тебе? Ща посадим на стульчик тебя Давай, садись Чего ты? Или еще тебя оттоварить, а? Садись давай Давай, садись У меня бочка кружится Чего, ломите еще разок Хорош Хорош А вот теперь слушай меня внимательно Ты моего человека на сто штук кинул Так что бабки отдавать придется по-любому Иди, не дергайся Телеканал Чир Иди, иди, не стесняйся Чего ты? Чего ты дергаешься там? Я все понял, я все понял Мне из-за этого, урода, проблемы не нужны Я все отдам Не губите Чего ты тут вообще... Я ж тебе сказал Не дергайся Сажай его А ну-ка, завис Ты что, какой буйный, я не понял Дай-ка я его свяжу Давай-ка руки назад, руки назад Смотри, какой буйный Пожалейте об этом Так, ноги, ноги Что творите, беспределка А ты чепушила еще Отвитик Разкнись ты Я тебе зашлю Из-за тебя вы уже Вляпать Аааа Чертки Короче, так Сиди ровно Иначе от аварии мало не покажется Ничего себе картина-то Вот полюбуйся на них В общем так, бабки надо возвращать Я пустой, у меня все в тачку ушло В тачку у тебя вложено, кого это волнует? Я отдам за всех, у меня бабки есть Но налички нету, но могу переводом Ну мы люди все современные, я думаю справимся Вот, Стас, вы его кинули на 100 штук Хорошо, мобильный банк есть? Есть Номер скажи, пожалуйста Сейчас скажу Сейчас, сейчас Сейчас Конечно Давай Восемь Девятьсот шестнадцать Ну в общем так, ребята Если я увижу нечто подобное Разговоров, дружок, больше не будет Приедет торпеда, отшибет тебе башку Остаток жизни проведешь в кресле Не в мягком, в инвалидном Понял меня? Все, есть Проверяй Да, пришли Это тебя так же касается Тебе последнее предупреждение Да Ну что Стас, я честно даже не верил, что это возможно Ну постарались Вам, Стас Огромное спасибо Я, конечно, хотел бы еще Ире посмотреть в глаза После этого всего Ты знаешь, я пообещал ее отпустить Вот, я честно тебе скажу, не знаю, она жертва обстоятельств или она профессиональная мошенница Ты когда с девушкой знакомишься, нужно побольше времени провести, узнать человека Так что будь поосторожнее Все, пока Серега тебя довезет Спасибо большое Серега, спасибо тебе большое Счастливо Да, Стас, конечно, хороший парень Но хороший парень это не профессия Быть хорошим парнем не зазорно Только делать это надо осмотрительно Вот полюбуйтесь, сколько косяков напорол Стас Он взял чужой пропуск и проник на закрытую территорию Чужим ключом открыл чужой контейнер и продал чужие двигатели Так что вот что я вам, ребята, скажу Помогать людям надо Но только делайте это осмотрительно И во всякие авантюры не ввязывайтесь Особенно с девушками, которых вы знаете ровно один день Вот как-то так Смотрите далее Есть план продаж, премии Лишули Сейчас втюхаю все Чудо-носки Да-да, не надо смеяться Носки от головной боли Даже повышается потенция Мне хоть серебром всего обложить Ну, удачи вам в продаже Носки от головной боли Носки от головной боли Да-да, не надо смеяться Носки от головной боли Мой помощник Олег уже оделся в униформу Заморочился тем, что упаковал в носки красивую упаковку И даже написал аннотацию Как эти носки влияют на ваше состояние здоровья Вот сейчас посмотрите, как это работает Главное, животы не надорвить от смеха Последняя разработка российских ученых Чудо-носки Носки, что ли? Да, лечебные носки А что у них особенного? Ситями ионовые серебра Нормализуют давление Разряжают кровь Проходят головные боли Олег уже торгует во всю носками от головной боли Ну, редкая чушь Ну, народ-то ведется Посмотрите на экран И сон нормализуется У мужа даже храп уйдет Да С храпом это чудесно И, кстати, могу вам сказать Даже повышается потенция у мужчин Серьезно Заманчиво Сколько стоит декабрь? Две тысячи Вообще-то всего четыре Но сегодня мы отдаем за две Все, что говорит Олег Она прям Принимает Всю лапшу вешает Что, реально помогают? Абсолютно Ну, давайте мужу, наверное, черненькие возьмем Давайте черненькие Да, посмотрите, она платит за носки Она их покупает Слушай, пойдем спасем эту несчастье Часную женщину объясню Это она фу-фу только что купила Пожалуйста Женщины здесь, пожалуйста Не уходите Не уходите Не пугайтесь Я сейчас все вам объясню Меня зовут Влад Чижов Это моя съемочная команда Мы на канале ЧИ снимаем программу Называется Решала Ну что, что-то не то продали? Точно Не то, что вам что-то не то продали Вам прям впарили Вы купили за две тысячи рублей Полнейшее фу-фло Маски с серебром Это фу-фло И они не помогут, да? Правильно Поэтому Возвращай деньги Да, пожалуйста Я даже немного расстроена Как вас зовут? Анастасия Анастасия У меня к вам просьба Будьте, пожалуйста, осмотрительнее Не покупайте всякую ерунду, которая вам не нужна Спасибо Вот такой совет Анастасия Я могу это показать все в программе? Я, наверное, там буду ужасно выглядеть Выглядеть вы будете прекрасно Ну, в принципе, чему бы и нет Спасибо Учитесь на моих ошибках Спасибо Спасибо вам До свидания Ты мне срываешь с продажей все Короче, слушай, у меня есть план продаж Премии лишу Я понял Если не продаж, хотя бы полторы коробки Сейчас тюхаю все Чтобы очки запотели Работаем дальше Последняя разработка российских ученых Чудо-носки Пожалуйста Что это за носки такие? Улучшает сон Проходит головная боль Улучшается зрение Нормализуется давление Сколько стоят такие? Ну, вообще не стоят четыре, но сегодня мы продаем за две тысячи Две тысячи? Да Два куска за носки отдать А тут посмотреть-то можно? Да, пожалуйста Тут проходят нити с сонами серебра Чувствуете, наверное, да? Сейчас тепло пошло по рукам? Нет никаких нитей Посмотреть Ну как нет? Ну так вы их не увидите Это же пиолоны Пиолоны Слушай, ну у мужика хорошо подозревалка работает По-моему, на Олега раскусил У меня хоть серебром всего обложили Ну и что? И голова сама не пройдет, ну никак У меня у жены Так, я понимаю, нет Здесь серебро, на руках серебро Да, 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 да Так тут ионы, ионы И сосуды они расширят, да? Конечно, расширят, да Конечка 100 грамм раз И вот этот, который держать Я потом Равно смехается нафин Мужик молодец Пойдем с ним познакомимся Держите ваши миски Уфло это все Ну Людям голову не надо Дурите Да я не дурю, вы просто почитаете тогда хотя бы Мужчина, здравствуйте Здравствуйте Вот знакомый лицо Серьезно, он меня узнает? Я узнал, а у вас чья программа, да? Точно Да, да, да Влад Чижов, а это моя съемочная команда Не отходите, пойдемте Вернемся Ну что, Олег, не пошла у тебя торговля, да? Раскусили тебя Смотрите, у них даже этикетки нету Этикетка должна быть написана Хлопок 100% или 90% Как вас зовут? Без Коза Меня Сергей зовут Сергей, на самом деле На самом деле Это вот мой сотрудник Никакой он не мошенник Мы специально это разыграли И вы, Сергей, повели себя абсолютно правильно Обратили внимание, что нет маркировки Нет, нет маркировки, нити Сказали о том, что Продают он полную чушь Что все эти нити Это полное вообще Такого бы там Людикса взяли бы Добавили ниточки Просто прошили Это уже хоть какое-то А тут вообще ничего Молодец, Сергей, спасибо Повели себя очень правильно Вам спасибо за хорошую программу Ну, удачи вам в продаже Спасибо, я постараюсь До свидания До свидания Олег, нет у нас задачи Обчесать весь этот супермаркет И распродать носки по две тысячи У нас была задача показать Как люди себя ведут в супермаркете Поэтому, ребята, мы лавочку сворачиваем Я очень надеюсь, что вы правильные выводы сделали И будете думать, прежде чем вы достаете кошелек И покупаете всякое Г Все, Олег Ну, вот как это назвать? Какая-то зависимость? Шопоголизм, что ли? Неважно что, лишь бы купить Вот мой совет вам будет такой Если уж прям сильно тянет вас совершить покупку Сделайте паузу и подумайте о двух вещах Первое, а как этот чудо-товар вообще может работать? И второе, подумайте о том, что изменится в вашей жизни Если вы этот товар, например, купите завтра Вот этой паузы будет достаточно для того, чтобы понять, что это все развод Что все эти указания о скидках Это все лишь повод зацепить вас Не бойтесь потерять скидку Бойтесь потерять деньги за ненужный вам товар Поэтому включайте критическое мышление И кошелек ваш будет целым Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok